Добрый день всем! Сегодня мне хочется приготовить хворост, и меня об этом просили мои подписчики из Ирландии, Ирина и Артур. Артуру очень захотелось хвороста, а Ирина забыла рецепт и попросила меня напомнить ей. Ну, я с большим удовольствием это сделаю, нашла в старой цитраде рецепт и хочу сегодня приготовить. Для хвороста мне понадобится 5 яиц, но они у меня маленькие, небольшие. Я их помою. Так, разбить нужно яйцами. Буду в эту часть разбивать, заставлю работать миксер сегодня. Добавляю немножко соли. И в рецепте написано 5 скорлупок воды. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше в рецепте идет водка. Две столовые ложки водки. От водки они будут, хворост будет хрустящий. И дальше только муку буду добавлять. Высыпаю сначала один стакан, даю миксеру размешать. Потом буду добавлять в процессе работы миксер. И все, будет трудиться за нас миксер. Добавила второй стакан муки. Тесто мало в этой чаше, поэтому тот маленький крюк даже до теста не достает. Но будем стараться вымесить. Буду стараться. Добавила третий стакан муки. Добавила еще полстакана муки. Выключила, чтобы вам было слышно. Дальше вымешиваю. Тесто вымесила. Готово. Теперь вот эти полстакана, которые остались, от четвертого стакана, на стол сыплю. И буду здесь работать с тестом. Раскатывать его буду. Обминаю еще тесто в муке. Проверяю. Все хорошо разместилось. Очень хорошо. Сейчас буду отделять кусочек и раскатывать на хворост. Тонкую лепешечку буду раскатывать. Когда-то я делала пешме, а мне написали, что это хворост. Но хворост-то бывает тонкий, а пешме пышное, на соде тесто делается. Тесто получается пышное. Пока буду работать с тестом, раскатывать его и резать на кусочки, на плиту поставила уже такую форму, налила в него масло растительного. И нужно, чтобы оно хорошо прогрелось. А я перейду к тесту, буду его резать. Тесто раскатала на такую лепешечку, вот такой толщины, не толстая. И теперь буду резать вот таким ножом. Обмакиваю его в муку, нож в муку. Зубчики тут такие есть. Буду резать полосочками. Произвольно. Как мне нравится. Поперек теперь. Здесь оставляю вот так пополам. А здесь один получится. В каждом, в каждом делаю такие разрезы. И снова к плите. Посмотрим, разогрелось ли масло. Один положу. Еще надо чуть-чуть подождать. Когда масло хорошо разогреется, то хворост уже не будет впитывать в себя масло. Он будет очень хрустящий, воздушный. Поэтому ждем еще, чтобы масло разогрелось побольше. Кладу следующий. Хворост почти сразу же всплывает. И ждем, чтобы подрумянился. Можно это делать в большой сковородке. Или в большом казане. Но туда надо много-много масла. Наливать. Вот такой румяненький должен получиться у нас. хворост. А как это быстро и вкусно получается на костре, в казане, на улице. Очень хорошо. Буду теперь все тесто так и жарю. Но может быть еще кругленькой формы сделаю. Покажу. Вот первые наши хворостинки готовы. Выкладываю их на полотенце бумажное. Сюда отправляю следующие. Надрез в него вставляю один из кончиков, выворачиваю и кладу. Возьмите. 聲 indeed. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...